Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Баль. Смотрите выпуски. Авария с паломниками из Удмуртии. Вторая за 4 месяца. Откуда ехали? Что спровоцировало ДТП? Комментарии в нашем выпуске. Удмуртия и Крым начали сотрудничество в новой формации. Предприниматели двух регионов открыли центр поддержки и даже новый бизнес. Эвакуатор броневик ижевские кулибины сделали тюнинг военной машины. Теперь она стреляет фейерверками и берет на буксир. Из звезды удмуртской эстрады конкурс илькуновидения вышел на финишную. Отборочные туры позади. Кто в финале главного удмуртского чарта. Сегодня стали известны подробности ДТП на трассе в Татарстане. Напомню, в субботу около 10 часов вечера съехал в Кювет автобус Самара-Сарапул. В салоне было 30 паломников. Они возвращались, завершали православный тур, возвращались в Сарапул и села Ташлы Самарской области. По предварительной версии, причиной ДТП стало превышение скорости. Недалеко от города Чистополь водитель не справился с управлением и сошел с трассы. В аварии пострадали 12 человек, их госпитализировали со средними и тяжелыми травмами. Мы связались с Сарапульской администрацией, там нам сообщили, что пострадавшие в ДТП получают всю необходимую помощь. А накануне 24 туриста успешно добрались домой. Шестеро еще в больнице Чистополя. С каждой семьей будем работать отдельно. В настоящее время остается госпитализированным шесть человек, в том числе водитель автобуса. Пять человек из города Сарапула и один из Сараповского района. Отмечу, что это уже не первая авария с пассажирскими автобусами на трассе Казань-Оренбург. В июле недалеко от Заинска перевернулся автобус с паломниками тоже ночью. В результате погибло 13 человек, в том числе жители республики. Следствие винит в ДТП водителя, который мог уснуть за рулем. В Ижевске на две недели закроют движение по переулку Северному, от улицы Коммунаров до Удмуртской. Причина — ремонт старой водопроводной камеры. В ней расположено сразу несколько магистральных труб горячей и холодной воды. Отключений не планируется, заверили сегодня в компании. Специалисты реконструируют камеру, которая защищает трубы от давления грунта. Если этого не сделать, на дороге может образоваться провал. Учитывая, что все-таки идет нагрузка на эту камеру с довольно-таки интенсивным движением транспорт, по этой полосе ходят не только, как говорится, легковушки, но там и ходит грузовой транспорт. И в один прекрасный момент будет большая-большая яма. Для окончания реконструкции ориентировочно до 6 ноября будут заняты две полосы движения по Удмуртской в сторону центра, так что в часы пик есть смысл искать пути объезда этого участка. В Удмуртии появилась новая формация, так называется Межрегиональная общественная организация предпринимательства. Она была создана в Республике Крым, уже открыла свои отделения в нескольких регионах, мы стали пятым. Цель — обмен опытом создания и развития совместных предприятий. Одно из них уже в следующем году заработает на территории Ижевска. Обо всем по порядку. Оксана Кудякова. Это уже не первый визит крымских предпринимателей в Удмуртию. Они были здесь весной. Тогда два бизнесмена Алексей Исупов из Ижевска и Арман Акапян из Севастополя смогли договориться организовать в Удмуртии совместное производство, переработка цветных металлов. Один из первых продуктов, которые мы видим, это сковородки. У нас большой объем импорта сковородок. Мы планируем заняться импортозамещением в этом направлении. Плюс у меня в Севастополе предприятие литейное, которое выполняет заказы для промышленных предприятий. Исходя из логистических соображений, некоторую часть заказов буду перекидывать сюда. На сегодняшний день мы готовы к подписанию инвестиционного соглашения. Наша сторона, то есть Удмуртская, подготовит производственные площадки. Со стороны партнеров с Крыма подготовка оборудования. Ну и мы запланировали на начало весны 2018 года запустить производство. Для Удмуртии это инвестиции в 70 миллионов рублей, полсотни новых рабочих мест и налоги. Предприятие регистрируют уже завтра в республике. Об этом предприниматели рассказали на открытии в Ижевске совместного отделения «Новая формация». Это общественная организация, которую создали крымские бизнесмены. Цель – помогать в деловых контактах с предпринимателями. Для этого открывают свои представительства по всей стране. Удмуртия стала пятым регионом, где заработало отделение «Новой формации». Будем включать представителей организации «Общественный совет» при главе по развитию предпринимательства. И будем также работать с их большой сетью предпринимателей в разных регионах. Это действительно так. Уже сегодня на открытии отделения в Удмуртии приехали бизнесмены из регионов, где «Новая формация» уже присутствует. Сферы бизнеса самые разные. Так как у нас организация на самом деле межрегиональная, действительно, у нас здесь не только коллеги из Крыма, но и Москва представлена, и Тульская область, и Ростов, и Питер. С Крыма приехало, конечно, преимущественно большое количество. Это порядка 12 человек. Разновидность бизнеса от производства беспилотных летательных аппаратов до сельского хозяйства. Уверен, что коллегам из Удмуртии будет очень интересно познакомиться с ними поближе. Цель сегодняшней встречи – не только подписать соглашение, но и сформировать совместную бизнес-повестку для дальнейшей работы. А у предпринимателей, открывающих в Удмуртии литейное производство, уже появились новые совместные бизнес-идеи. Оксана Хмирькова, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». Жители республики просят оценить уровень общественной безопасности. На сайте главы открыт опрос. В анкете 25 пунктов о компетентности полиции, доверии к правоохранительным структурам. Участников просят оценить уровень личной безопасности, назвать главные угрозы, высказаться о деятельности добровольных дружин. Опрос проводится в рамках исполнения государственной программы обеспечения общественного порядка и противодействия преступности в Удмуртской республике. Опрос анонимный, принять участие может любой желающий. Результаты будут использоваться в обобщенном виде. Жителям села Вавош вернут чистую реку. В селе начался капитальный ремонт гидротехнических сооружений. Через Вавош протекает река Ува. В последние годы здесь регулярно гибнет рыба. Экологи выяснили причину загрязнения реки, в том числе донными отложениями сельского пруда. В Министерстве природных ресурсов сообщили, на капитальный ремонт гидросооружений выделено порядка 46 миллионов рублей. Работы рассчитаны на два года. Дамба была построена в 70-е годы прошлого столетия и последние 15 лет фактически не обслуживалась. Сооружения не работали и пруд представлял собой пруд-отстойник. То есть все влекомые наносы оставались на дне, что способствовало ухудшению экологического состояния. В текущем году был проведен аукцион. Полностью будет расчищено и русло реки Ува, и будет произведен капитальный ремонт сооружений, которое находится в муниципальной собственности. После завершения реконструкции гидросооружения в селе Вавош появится чистый пруд. Площадь водяного зеркала около 5 гектар. На ижевских дорогах может появиться необычный дорожный помощник. Городской эвакуатор из настоящего военного броневика придумали переделать энтузиасты. Сейчас крупногабаритная машина весом в 5 тонн хранится в одном из ижевских боксов. Техническую начинку и современный дизайн уникального авто одно из первых показали нашей съемочной группе. Елена Абуховская расскажет. Знакомьтесь, это Арни. Бронированная дозорная машина, он же дорожный эвакуатор, он же амфибия и шоу-мобиль. Имя и вторую жизнь военной старушки дали ижевские автоэнтузиасты. Загнали в гаражный бокс, там разбирали, обновляли, резали, варили, красили и украшали броневик. Почти полгода. И броня до 1 сантиметра толщиной, особенно лобовая часть. И когда мы вырезали окна, для того, чтобы было что-то видно, и сверлили технические отверстия для камер наблюдения, все чего-то, то здесь просто одного сверла не хватало, чтобы просверлить. Даже начало дырочки, это постоянно ломались сверла, менялось все это, шлифмашинки, тут искры летели. Теперь это вполне себе пассажирский БРДМ. Вход в машину через верхний люк башни, внутри автокресла. Движок родной, форсированный ГАЗ-41. Машина на ходу, на четырех колесах, хотя число можно легко увеличить вдвое. Под днищем еще четыре. Броневик как эвакуатор, он может взять на буксир даже большой груз. В помощь вот такие спецфаркопы и крючки. А этот волнорез для того, чтобы плавать, а точнее рассекать волны. Этот броневик еще и амфибия. В машине есть винт, рули, вот такой волнорез, все для навигации по воде. Первый заплыв на Ижевском пруду создатели чудо-машины планируют на следующий год. А в этом году из броневика авторы проекта планируют пострелять. Вместо штатного пулемета на башне броневика тюнинговая модель пушки. Все в рабочем состоянии, башня крутится, пушка может стрелять. Но исключительно праздничными фейерверками. Основная часть из трубы сделана, а уже насадка от, так сказать, часть вала карданного от Соболя. Она крутится полностью, то есть практически в боевом состоянии. Но для салютов. Первые залпы салютов из шоу-мобиля обещают уже под Новый год. Сейчас чудо-технику энтузиасты готовят к большим марш-броскам по городским дорогам. Оформляют документы в Гостехнадзор и ждут получения госномеров. Елена Абуховская, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». О субботу, 21 октября, ижевчане и гости города запомнят надолго. В столицу республики прилетели русские витязи. Ижевск был скован пробками и сначала все торопились туда, где авиашоу будет видно. Потом разъезжались из центра города. А в промежутке целых полчаса десятки тысяч человек смотрели в небо. Так в Удмуртии прошла акция «Минобороны. Твой выбор». Все подробности у Елены Галимулиной. С марш-броска и началась в ижевские акции «Минобороны. Служба по контракту. Твой выбор». Бежали и воспитанники патриотических клубов, и просто желающие. 1200 человек. Конечный пункт – столичная набережная. Что ты померила? Защитный шлем. Примерить военную форму, посидеть за рулем серьезной техники, потрогать все своими руками можно было каждому. Молодежь постарше направлялась в военные палатки. Здесь информации о вузах, в которых можно получить военную специальность, и о том, что дает служба по контракту. Это надо было уже давным-давно делать, потому что в 90-е, начало 2000-х, армия была достаточно закрытым институтом. А сейчас это все меняется, и это замечательно. Посмотрите, сколько молодежи. Были и те, кто сразу записывался в контрактники. Причем сразу в погранвойска. Мне понравилось служить в армии. Я хочу дальше продолжать офицером стать. Мне это нравится. И для семьи это приятно, что у тебя сын военный. За первые 40 минут работы пункта отбора к нам уже обратилось около 20 жителей Удмуртской республики. И два человека уже подали заявление о прохождении отборочных мероприятий. Получив ответы на вопросы о воинских частях, льготах военнослужащих, настрелявшись в тире, все шли к полевой кухне. Очередь за кашей с тушенкой здесь не убывала. Компания «Комос», с которой мы не первый день работаем, предоставила нам продукты. Развернута полевая кухня, ориентировочно на 600 человек. Полевая кухня, она, знаете, дает такой дух сплочения. Армейская каша, тушенка, знаете, все люди вместе едят после всех соревнований. Акции «Твой выбор» проводятся по решению министра обороны России Сергея Шойгу. За три года прошла в 29 городах. Это не значит, говорят организаторы, что срочников теперь будет меньше. Просто сегодня российская армия вооружается высокими технологиями. На службе нужны профессионалы. В 2016 году впервые за всю историю вооруженных сил России количество контрактников превысило количество срочников. И что еще радует, что у нас значительно увеличился конкурс наших военно-учебных заведений воздушно-космических сил. И напомню вам о том, что в этом году по решению министра обороны первые 16 девушек тоже поступили в Краснодарское высшее военно-авиационное училище летчиков, где будут получать профессию военного летчика. И вот долгожданная кульминация. В небе легендарные русские витязи. Группа истребителей, за штурвалом летчики, которые участвовали в боевых операциях. Ижевск замер на полчаса. Те, кто стоял в многочисленных пробках, повыскакивали, где были из машин, чтобы увидеть аэрошоу. На 40 минут отложил футбольный матч «Зенит Ижевск». Игроки и зрители, видимо, тоже не отрывали глаз от неба. Очень понравилось, замечательно. Супер! Мурашки и гордость за нашу авиацию. Я впервые вижу это, то есть, не пьет телевизор воочию. Мне очень понравилось. И почаще бы были у нас какие-то подобные эти смотры. Для молодежи это очень полезно. Я думаю, что сегодня просто-напросто праздник для всех горожан. Ну и в целом, даже Завьяловский район, я думаю, без впечатлений остался. Каждый год нужно это проводить. Елена Гаримолина, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». В Удмуртии завершился молодежный фестиваль этнокультуры Полыжан. Его еще называют рябиновым фестивалем. Ежегодно в середине октября, это время сбора урожая рябины, к нам в республику съезжаются известные финно-угорские артисты со всей страны и зарубежья. В этом году главным событием Полыжана стала этнодискотека, на которой выступили венгерские и финские музыканты. В течение трех дней проходили творческие лаборатории, концертные программы, театральные представления, а также вечера традиционных финно-угорских танцев. А вот современная удмуртская эстрада – это конкурс рякуновидения. В Ижевске прошел полуфинал. Артисты съехались со всей республики и впервые из соседних регионов. За путевки в финал боролись 19 коллективов и исполнителей. Кому улыбнулась удача и когда и кто выберет победителей, расскажет Дмитрий Вороновнин. Полуфинал «Элькуновидение-2017» – выставка достижений удмуртской эстрады. На сцене в режиме нон-стоп. Все разнообразие жанров и самых модных течений современной национальной музыки. От философских и лирических композиций до рэпа и ритм-блюза. И лишь одно условие – песня должна звучать на удмуртском языке. Певица из Яра Татьяна Данилова очаровала публику лирической композицией «Шундеюжит» – «Солнечное счастье». Зрителям мелодия запала в душу, подпевают весь зал. Музыканты из Яра, увы, редкие гости на «Элькуновидении» за шесть лет проведения конкурса приезжают в «Элькуновидение». И вот почему. У нас мало людей, которые хотят поучаствовать на таких больших конкурсах, стесняются, боятся. Даже в районных конкурсах не всегда участвуют. Но все же нашлась нынче смелая девушка. Да, мне попросили поучаствовать. Я подумала, подумала и решила согласиться. А это еще одно знаковое выступление. Впервые на «Элькуновидении» участник из «Татарстана» Эдуард Мираев приехал из «Агрыза». И благодаря ему конкурс в этом году получил уже не республиканский, а межрегиональный статус. «Агрыз» и весь «Татарстан», по-моему, впервые принимает участие в «Элькуновидении». Мне понравилось, как принимает зал. Понравилось, по сути, как люди выступают. Всего в этот вечер на сцену вышли 19 исполнителей. Для популяризации современной удмуртской песни конкурс «Элькуновидение» проводится с 2012 года по инициативе телерадиокомпании «Моя Удмуртия». Задача творческого состязания – поддержать удмуртских самодеятельных и профессиональных композиторов, поэтов, вокалистов. По качеству исполнения, по качеству звука, по качеству авторства становится все лучше и лучше. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас конкурс уже приобретает не только региональное значение. К нам приезжают уже из других регионов. И это тоже очень здорово. В общем, я думаю, что мы растем. В финал прошли 14 исполнителей. Заключительный этап «Элькуновидения» состоится 4 ноября на нашем телеканале. Как и на знаменитом Евровидении, все желающие смогут проголосовать за своих любимых артистов в прямом эфире. Дмитрий Вороновин, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». На этом все. Еще больше новостей на нашем сайте. Моюдм.ру. Новости смотрите на двух каналах. На пятерке, как обычно, вечерний выпуск в 19.30. А на канале «Удмуртия» это 21-я кнопка у всех кабельных операторов республики в 20.30. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok